вот это следующий день все что осталось от этой большой лепешки и я хочу показать вам мягкость которая остается на и на второй день вот такая мягкая очень вкусная советую вам всем попробовать приготовить нет ничего тяжелого в этом приготовлении и это безумно вкусно прошел ровно час духовка с вентилятором на 200 градусов посмотрите посмотрите какая прелесть мягчайшая тыква просто мягчайшая вот мы ее так раздавим вилочкой 200 грамм теплого молока 7 грамм сухих дрожжей активируем дрожжи сахар просеиваем 500 грамм муки берем 150 грамм уже испеченной в духовке мягкой тыквы добавляем 25 грамм сахара потому что 5 мы уже добавили маленькую ложечку мы уже добавили в дрожжи 10 грамм соли одно яйцо и размешаем добавляем 40 грамм оливкового масла или любого масла без запаха и для цвета я добавляю ложечку куркумы 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 ударение ставьте где хотите перемешиваем 500 грамм уже просеянной муки делаем небольшое углубление вот так хорошо поднялись дрожжи значит 200 грамм теплого молока и 7 грамм сухих дрожжей и маленькая ложечка сахара добавляем нашу смесь с тыквой и замешиваем тесто аккуратно потихонечку перемешивая нашу жидкость с мукой и и и и и и и и и подсыпали на стол парочку жмейник муки и вымешиваем здесь ее как следующее следует во всех направлениях вот так растягивая до гладкости отправляем в теплое место можно в выключенную духовку с лампочкой зажженной с кружкой горячей воды или если у вас квартире 28 26 градусов можно оставить так на два часа вставила вот сюда нож духовка должна быть чуть чуть приоткрыта для того чтобы тесто не задохнуло прошло полтора часа прекрасно поднялось тесто отставляем пару большую противень из духовки такие у всех есть духовка наливаю чуть чуть масло размазываю руками кладу бумагу и таким образом мы ее приклеиваем и нам будет удобно растягивать это тесто вот так поливаем здесь тоже обильно масло руки у меня все в масле я беру аккуратно тесто и гладкой стороной кладу вниз и растягиваю руками хорошо растянула пальцами тесто опять закрываем пленкой или разрезанным пакетом розмарин у кого если сухой то сухой берем крупную соль и чуть чуть вот так разбрасываю если у вас нет крупной соли лучше не разбрасывайте мелкую потому что мелкой можно пересолить это остается прекрасно а мелкой можно пересолить и будет очень соленая я отправляю в духовку разогретую до 180 градусов с вентилятором кто будет без вентилятора делайте 190 где-то на 25 минут друзья моя лепешка хлеб фокачча готовы как я и сказала находилась в духовке 25 минут мягчайшая лепешечка очень классная и посмотрите куркума какой дает потом потрясающий желтый яркий красивый цвет вся пропеклась с этой стороны здесь мягчайшая здесь немножко корочка друзья если вам понравился мой рецепт ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мой канал запись бесплатная а я на этом с вами прощаюсь и говорю вам до свидания и до следующих встреч до следующих рецептов пока пока